Во втором заседании Узбекско-Саудовского делового совета говорили о развитии сотрудничества в перспективных отраслях. Это транспорта, строительство, реконструкции дорог, медицины и туризма. Я восхищен речью президента, где он объединил историю, сегодняшнее актуальное положение и будущее. Вчера прошло очень важное событие. Президент рассказал о возлагаемых надеждах на СМИ, как инструмент отражения реальных чаяний людей и активизацию социальных процессов. Я восхищен его столь четким видением. Мы планируем создать малые и средние предприятия в секторе энергетики, они станут частью поставщиков. Ну а самый главный вклад, можно смело сказать, даже выше, чем проект, это возведение ветровых станций. Я, как представитель Аквапауэр, говорю о том, что мы с вашей страной под таким сильным руководством президента собираемся направить 4 миллиарда долларов инвестиций нашей компании в энергетический сектор, и мы будем очень рады инвестировать больше и в другие важные проекты. В январе текущего года министры инвестиций двух стран провели встречу, где говорили о создании фонда, о поддержке молодежи и создании более 100 тысяч рабочих мест. Это действительно очень важно и очень значимо. Я считаю это важным направлением в политике Узбекистана – стремление помочь молодежи реализовать себя в жизни, получить образование и работу. Очень важно, что мы станем частью тех предпринимаемых социальных реформ. К слову о сотрудничестве, саудовская компания Аквапауэр является инвестором двух ветроэнергетических проектов в Бухаре и в Навае с совокупной мощностью выработки электроэнергии в тысячи мегаватт. Отмечается, что эти инвест-проекты входят в программу правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны. Согласно документу, к 2030 году в республике планируется довести объем электроэнергии, вырабатываемой ветроэлектростанциями, до 3 гигаватт, что позволит сократить количество углеродных выбросов на 1,6 миллионов тонн в год. Иностранным предпринимателям рассказали и о созданных возможностях для участия в процессе приватизации государственных активов страны. Несомненно, это будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций. В процесс приватизации зарубежным инвесторам представляют активы, которые сейчас выставляются на продажу. Для этого агентство по управлению госактивами максимально старается предоставить возможности приватизации в стране, привлекая международных консультантов. Представлена информация по разным секторам экономики, в том числе и имущественные объекты, в том числе и объекты промышленности. Мы будем тесно сотрудничать с компаниями, которые представлены сегодня, как FlyNAS, Badr & Badr, представители бизнес-кругов пищевой промышленности, авиационной промышленности, химической промышленности, здравоохранения. Для того, чтобы у них была самая последняя актуальная информация о тех возможностях участия в приватизации в Республике Узбекистан, а также открытии здесь своих представительств. На сегодняшний день имеется возможность значительно увеличить объем товарооборота между странами, который по итогам прошлого года составил 27 миллионов 400 тысяч долларов. В Республике действует 38 совместных предприятий, кроме того, 14 со стопроцентным саудовским капиталом. В ходе презентации были проведены открытые диалоги, решен ряд вопросов, достигнуты устной договоренностью по реализации проектов.